МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот выпуск нашей программы посвящен известному скульптору, профессору Виктору Александровичу Синайскому. Об основных вехах его жизни и творчества расскажет коллекционер и искусствовед Александр Чернов. Сегодня я хочу рассказать об одной страничке истории изобразительного искусства Мариуполя начала XX века. В это время в Мариуполе жил и работал выпускник Петербургской академии художеств Александр Сергеевич Мартынович. Он преподавал рисунок в училище Геоцинтово и одновременно в Мариинской женской гимназии. Помимо уроков Александр Сергеевич писал картины и вел занятия с талантливой молодежью. Известно, что среди первых учеников его был выдающийся советский скульптор Виктор Александрович Синайский, который учился у него в 1906 году. Синайский родился в Мариуполе в 1893 году в семье мелкого служащего пароходной компании. Семья рано лишилась кормильца. Зачастую в семье не хватало денег даже на еду. И чтобы помочь младшим братьям учиться, продолжать учебу, старший сын Григорий пошел работать. Виктор Синайский учился в Мариупольском реальном училище. Когда годы учебы были позади, а это был 1913 год, его учитель Мартынович посоветовал своему ученику ехать в Петербург и поступать в Академию художеств. Первая попытка оказалась неудачной. И тогда учитель написал рекомендательное письмо в Одессу Кириаку Константиновичу Кастанди, известному живописцу, педагогу. И таким образом Синайский стал студентом Одесского художественного училища. В Одессе он проучился 3 года и вернулся в Мариуполь. У него было большое желание продолжить свое образование. И на семейном совете было решено, что он поедет опять в Петербург поступать на архитектурное отделение Петербургской Академии художеств, так как архитектура приносила больше прибыли. В Петербурге он успешно сдал экзамены и стал студентом Академии художеств. В 1916 году он лепит этюд обнаженной натуры, который вызвал восхищение преподавателей скульптурного отделения. И Синайский окончательно решает стать скульптором. Примечательно, что учиться ему пришлось у известного скульптора Беклемишева, который был близок и дружил с нашим земляком Архипом Ивановичем Куинджи. Своё имя воятель из Мариуполя очень быстро прославил, благодаря тому, что он одним из первых откликнулся на ленинский план монументальной пропаганды. Это было в 1918 году. Тогда Совет Народных Комиссаров издал декрет о снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слух, и выработки проектов памятников Российской социалистической революции. Вот так с большевистской параметой они решили, значит, одних брать, других поставить. В длинном перечне из 30 имён, рекомендованных от Спартака до Софьи Перовской, Синайский выбрал портрет скульптуру Лассаля. Фердинанд Лассаль – немецкий философ, юрист, экономист и политический деятель социалистической направленности. Скульптора влекла задача передать в новой художественной форме ощущение риска, тревоги, перемен, которыми была насыщена та эпоха. И 7 октября 1918 года памятник был готов. Вначале в гипсе, а затем он был переведен и в гранит. Дальнейшая судьба этого памятника была печальной, как и миллионов людей в тогдашнем советском лагере. В 1937 году этот памятник таинственно исчез, так же, как и исчезали тогда живые люди. А почти через 20 лет он мистически возник из небытия. его обнаружили на Волковском кладбище, где он был погребен. К счастью, он довольно хорошо сохранился, и вскоре он украсил экспозицию Русского музея, чтобы в начале 90-х годов дно исчезло. Творения нашего земляка Синайского украшают в настоящее время улицы Санкт-Петербурга, экспозицию Третьяковской галереи, Русского музея и других хранилищ Прекрасного. Помимо названного памятника Лассалью, Синайским созданный монумент поэта Генриха Гейны, немецкого ученого Вильгерма Рингена, выдающегося русского скульптора 18 века Федота Шубина, Николая Добролюбова, революционного демократа и литературного критика. Кроме творческой работы Синайский занимался и педагогической деятельностью. И здесь он тоже завоевал себе славу прекрасного педагога. Так, с 1921 по 1951 год, правда, с перерывами, он преподавал в Академии художеств. В 1932 году ему было присвоено звание профессора. А с 1951 по 1965 год он преподавал в Высшем художественно-промышленном училище имени Мухина. Виктор Александрович Синайский ушел из жизни 27 января 1968 года в возрасте 74 лет. Редактор субтитров А.Семкин